Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Биловича. Огненный рейд. Кто и почему сжег лагерь ромов на Лысой горе? 7 плюс 1. Украина впервые принимает участие в саммите G7. Чего ждать от канадских встреч? Ни конца, ни края. Кто погрузил Ужгород в состояние нескончаемого ремонта? Равнение на тюльпаны. Как побывать в Голландии? Не покидает территорию Украины. Коммунике Вселенского Патриарха Константинополя. В распространенном сегодня заявлении говорится в частности о прошении украинских властей предоставить право на создание в Украине поместной церкви. В коммунике сказано, что Священный Синод во главе со Вселенским Патриархом Барфоломеем провел заседание и среди прочих вопросов рассмотрел обращение Украины. Патриархат получил от церковных и гражданских органов петицию о предоставлении автокефали и принял решение тесно обсудить и скоординировать действия по этому вопросу с другими православными церквями. Семь плюс один. В Торонто сегодня стартовала встреча министров иностранных дел Большой Семерки. И впервые в истории она проходит с участием Украины. Что в центре внимания за переговорами в Канаде следит мой коллега Дмитрий Анопченко. От него узнаем все подробности. В любой другой стране мира саммит министров G7 стал бы стихийным бедствием для города, где его проводят. Перекрытые дороги, масштабные меры безопасности, но только не в Канаде. Начало официальной программы и машины участников встречи едут не в роскошный пятизвездочный отель, которых в Торонто хватает, а в этот скромный жилой квартал на севере города. Дмитрий Анопченко Прямо на ступеньках, пока кухню зашла охрана проверить. Улицу не перекрывали. Соседи хозяйка лично предупредила, мол, будут высокие гости. Простите за беспокойство. Четверть десятого утра и на скромный завтрак, который министр сама готовила, начинают прибывать участники саммита. В этот день большая семерка становится восьмеркой. Канада пригласила присоединиться к остальным участникам украинского министра Павла Климкина. Фриланд выходит встречать его на крыльцо. Общий язык тоже искать не нужно. Он уже есть, украинский. За чаем, неформально и прошла первая сессия саммита. Разговор об Украине. Это звучало абсолютно от всех министров. Что то, что Россия делает в Украине, это она делает не только против нас. Это агрессия не только против Украины, а также против всей демократической общины. То, что Россия делает в Украине, это полигон для дальнейшей дестабилизации также всего демократического общества. Поэтому все понимают, что сейчас и на передней выборе в Украине будут подальше спробы дестабилизации. И с нами великая семка и демократичная спільнота обовязково будет у всех наших подальших заселениях. Климкин уверяет, с главными дипломатами большой семерки ему удалось обсудить многое. И финансовую поддержку Украины, и поддержку украинских реформ, и пути решения проблемы Донбасса, формат будущей миротворческой операции. Обговоряя формат миротворческой операции, все сказали, что логика, когда сначала достигается базовая безопасность, когда тяжелая оружие больше не работает под полным контролем, потом контроль над окупированной территорией, полицейский компонент, и только потом подготовка к выборам, это логика, которой мы должны руководить. Ситуация в Крыму и на Донбассе. Противодействие новому северному потоку. Все это Павел Климкин уже обсуждал и один на один. С его госсекретаря США Джоном Салливаном, коллегой-министром из Германии, возможно еще встреча с главой британской дипломатией Борисом Джонсоном. Общих тем много, как много и точек соприкосновения. Но один момент тут считают самым важным, показательным. Когда министры Большой Семерки вышли, чтобы сделать то, что служба протокола называет «фэмили фото», их было уже не семеро. На этой общей семейной фотографии есть теперь и Украина. Из Торонто Дмитрий Анупченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Боевики по-прежнему нарушают режим прекращения огня. По сообщению штаба АТО, за минувшие сутки позиции украинских военных обстреляли 10 раз. Противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями калибров. Боевики использовали 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Все подробности о ситуации на Донбассе узнаем от Игоря Левенка. Донецкое направление, поселок Зайцево. Во фронтовых сводках этот населенный пункт фигурирует постоянно. Боестолкновения и вражеские обстрелы здесь повседневное явление. Это одна из самых горячих точек на Донбассе. Працуют минометы, АГС, стрелецкая зброя часто працюет. Останним часом працюют часто снайперы. Бойцы утверждают, это только сегодня ночью враг применял такой арсенал. А на днях Зайцево боевики плотно накрыли еще из крупнокалиберной артиллерии. Я рассчитывал час между приходами, скажем так, и они разнились от 10 секунд до 60. Что также можно сделать выяснение, что они стояли на разных дистанциях и разных интервалах между собой. Алексей рассказывает, чудом остался жив. Бежал в укрытие, как вдруг разорвался вражеский снаряд. Совсем рядом. Там в дверях буквально в метрах 5-7. Доброе, что это был неосковочный снаряд. То есть меня откинуло больше выбуховую хвилю, энергию этого удара. Но, к сожалению, на этой неделе повезло не всем бойцам. Среди защитников Зайцево есть потери. Один солдат ранен и еще один погиб от снайперской пули наемников. Это на ВОПе. Они на ВОПе копали, прокопывали, прочищали траншею, когда его застрелили. А это что за пострелы? Это может быть снайпер? Может быть снайпер, может, где спостерегают, то могут периодически одиночными даже с автоматом стреляют. Ну вот. Это они там сидят? Да, они там спостережные пусти, позитивные. Это они звездо навалюют? Ну, звездо они коректуют, скорее всего, все в огонь. О плотности вражеского огня свидетельствуют воронки. На пятачке земли, площадью не более 10 квадратов, разорвалось две мины и два снаряда. Всего же по поселку враг сделал около шестидесятков залпов. Говорят, что в одну воронку дважды снаряд не попадает. Но вот здесь можно убедиться, попадает еще и как. Враг бесится и палит изо всех стволов. Но армейцы уверяют, на этой войне главное не оружие, а боевой дух и мотивация. Виталию 27. 4 февраля вражеский снайпер прострелил ему ногу. Два месяца реабилитации и парень снова на передовой. Все хлопцы тут находятся, а я чему буду в частыне судить. Из Донецкой области Игорь Левенок, Евгений Пахальчук, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. На членство в НАТО Украине в скором времени рассчитывать не стоит. Такое мнение выразил бывший посол США в нашей стране Стивен Пайфер в интервью изданию «Новое время». Дипломат считает, что украинские власти недооценивают сложность процесса присоединения к Альянсу. И к тому же, по словам Пайфера, членство Киева может обернуться для НАТО войной с Россией. Повысить тарифы на газ, создать антикоррупционный суд, как того требует МВФ и увеличить усилия по внедрению реформ. Призывают Украину в американском госдепе. Все это обсудил исполняющий обязанности госсекретаря Джон Салливан с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Суть беседы передала спикер Государственного департамента США. Она также отметила, что штаты продолжают поддерживать Украину перед лицом российской агрессии. Всеукраинское объединение силовек теперь и в Черниговской области. Ветераны и пенсионеры МВД объединяются в общественную организацию. Люди намерены добиваться перерасчета пенсии, поскольку считают несправедливыми доплаты, которые начали поступать с начала года. В ходе рабочей поездки с бывшими военными встретился нардеп Сергей Каплин. По его словам, пенсионеры готовы к активным действиям, если власть не услышит их просьб. Мы решили вот и объединиться с профсоюзным движением Каплина, потому что сообща всегда проще, чем в одиночку. Тем более, я хочу подчеркнуть, наши требования справедливые. Мы не требуем что-то сверхъестественное. Естественно, и законные. Не мы принимаем законы. Мы, кстати, всегда стояли на страже их защиты. А теперь нас поставили вне закона. Мы не остановимся в своей борьбе. Мы не воспринимем никогда эту кистку, которую Кабинет Министров кинув простым людям, которые собрались здесь. Мы будем добиваться полного перерасчета. И действуем мы очень мощно и безкомпромиссно. 25 квотня, в середине, возле Кабинета Министров Украины, собираются афганцы, чорнобильцы, собираются военные пенсионеры. Я официально запрошу всех мобилизоваться и быть там. Мы обязательно будем достигать результатов, как уже мы достигаем результатов. Националисты сожгли лагерь ромов в Киеве. Об этом в Фейсбуке сообщил координатор националистической организации С-14 Сергей Мазур. По его словам, ромам предъявили ультиматум покинуть Лысую Гору за один день и убрать следы своего пребывания. Те отказались. После чего националисты прогнали ромов с детьми, уничтожили палатки, личные вещи. И в итоге все это подожгли. По предварительным данным, никто из людей не пострадал, а вот националисты, по словам Мазура, на следующей неделе планируют подобные рейды и в других районах. Что же касается действий полиции, то там никакого производства не открывали, не проводили, поскольку, как говорят правоохранители, заявления ни от кого не поступали. Диагноз «ремонт» уже почти год, как Ужгород погрузился в состояние не проехать, не пройти. Уставшие от улучшения местные жители возмущаются и задаются вопросом, почему все работы проводят одновременно. В этом попытались разобраться и наши корреспонденты. Перекопанная площадь Георгия Кирпы – первое, что видят приезжающие на железнодорожный вокзал в Ужгороде. В городе сразу несколько улиц и площадей ремонтируют одновременно. Сколько придется стоять в пробках или потратить на объезд – не угадаешь, жалуются водители. Весь город раздолбан. Мало того, что множество улиц начали ремонт в прошлом году и не закончено. Улицы в очень плохом состоянии. Сделали ямы под асфальт. Но про ямы опять забыли. Но почему это не сделать сразу? А это уже центр Ужгорода, площадь Петефи. Здесь горы, глины и камней. Идет реконструкция уже почти год. За такой период, часу, и оно стоит, что люди ходят с детьми, с всем, то это вообще. Уже можно было десять раз, если бы сделали так, как нужно. Но мне кажется, это полнейший бардак. Может, денег видно, что они работают. Потом, может, пару дней вообще не быть ни одного человека. Насколько я понимаю, в цивилизованных странах такое делается буквально за неделю. То есть это просто ужас такой, да? Перепахали весь город. Некоторые депутаты горсовета не исключают. Работы затягивают специально с согласия руководства города, чтобы выкачать как можно больше денег из бюджета. Как все выглядит? Заключается договор. 30% аванса перераховывают подряднику. Он разрывает улицу и ничего не делает. После этого меняет полгода. Он дает перерахование. И вот приклад улицы Шумной. И с 12 миллионов, вот мэр сказал, уже до 20 миллионов вартист ремонта выросла. Никаких финансовых злоупотреблений, уверяют в мэрии. Мол, стоимость работ вынуждены пересчитывать, так как растет минимальная зарплата, дорожают стройматериалы и добавляют. Подрядчикам довольны, он все делает по графику. А вот в прокуратуре подозревают, что с ремонтами действительно не все в порядке. Распочат криминальное проведение касательно служебных людей, Департаменту міського господарства Ужгородской міськой рады и служебных людей, товариства, которые, согласно договору, выполняют реконструкцию за фактами служебной недвижимости, злоупреждения владой или служебным становищем, при властине расстраты майна, особенно в больших размерах. Правда, экспертизы, назначенные в рамках расследования, проведут в лучшем случае только в ноябре. В мэрии же пообещали подробностям пешеходную часть площади Пэтофи отремонтировать до октября, а площадь Кирпы до 1 мая, буквально за две недели. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Ужгород. Уже на следующей неделе в Украине пройдут выборы в 40 объединенных территориальных громад. В Ивано-Франковской области в двух сельских АТГ своих кандидатов выдвинула аграрная партия. С чем они пойдут на выборы, подробнее в материале. Загвоздянская объединенная территориальная громада – это два села – Загвоздье и Подлесье. Оба в нескольких километрах от Ивано-Франковска. Вот уже который год местные жители опасаются, что их может затопить. В 2008-м это едва не случилось. Тогда из-за сильного паводка вода почти полностью уничтожила дамбу. С тех пор ее не восстановили. Селяне говорят, понимают, что собственными силами им не справятся. На ремонт дамбы и укрепительные работы нужны большие деньги. Надеются, что выделение средств из областного и государственного бюджета сможет добиться новое руководство ОТГ. Аграрная партия здесь выдвинула 11 кандидатов в депутаты и поддерживает претендента на пост главы громады. Претендент на пост главы громады Владимир Ружанский признается, что без хорошей команды не удастся ничего сделать. Понял давно, поэтому заручился поддержкой аграриев. Уверен, совместно им удастся решить главные проблемы. В частности, построить новый детский сад. Проблемы у нас с садиком очень большие. Будем заниматься, добудовывать, будувати садики. А к чему проблема? У нас много молодежи, много детей. Не хватает места. Я думаю, что нам люди с аграрной партии поможут нам с этим вопросом, это все сделать. Мы надеемся, зато я вернусь к них, к их помощи. На встречу с жителями двух сел приехал и лидер аграрной партии Виталий Скоцик. Рассказывает, посетил уже десятки населенных пунктов во всей Украине. И почти везде одни и те же проблемы, в том числе плохие дороги. Это очень мощная команда. Ее руководит глава спилки воинов АТО, двух ближних сел. Они заряжены на то, чтобы достигнуть хорошего результата, чтобы мы все ехали по хорошей дороге. Тут, близко до города Франківска, где рабочие места, в принципе, есть более-менее обеспечены присутностью областного центра. Все равно есть вопрос, как туда добраться. Поэтому первое вопрос, которое будет в данной сельской раде, в данной громаде, это дорога. И я думаю, что это вопрос, которое будет решаться сразу после выборов. Выборы в 40 объединенных территориальных громадах пройдут в следующее воскресенье, 29 апреля. Во всех аграрная партия выдвинула своих кандидатов. Данил Снисор, Жанна Дучак, Зиновия Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Скандал вокруг нового законопроекта Минфина. В ведомстве разработали документ, который может напрямую повлиять на цену пока еще дешевых сигарет. В тонкостях инициативы разбирались мои коллеги. В центре настоящего табачного скандала оказалось Министерство финансов и крупные производители сигарет. Дело в том, что чиновники подготовили проект внедрения фискального механизма, который полностью исключит реализацию сигарет ниже назначенной Минфином цены. Другими словами, на табачные изделия решили установить минималку в 28 гривен. Таким образом, самая дешевая пачка сигарет сравняется по цене с литром 95-го бензина. И все бы ничего, если бы боролись только с курением. Но вместе с этим авторы проекта просто перекрыли дыхание производителям недорогих сигарет. Таким образом, говорят эксперты, фактически убирают часть производителей с рынка. По случайным совпадениям все украинские фабрики. И открывают путь, невиданный по масштабу контрабанде. И не только. С одной стороны, ты увеличиваешь ставки акцизов, с другой стороны, у тебя снижается объем, с которых он платится. В этом году, напомню, что до 1-го числа этого месяца правительство должно было внести в парламент бюджетную декларацию. Ничего подобного не произошло. Зато мы его увидели буквально 18-го числа в проекте, когда одним из приоритетных направлений для обеспечения бюджета будущих периодов деньгами было увеличение акцизов на алкоголь и табак. Напомню, что это не то, что не единственное возможное. В принципе, не совсем тот вариант, где нужно брать деньги. Уже года два лежат в парламенте законопроекты Батьевщины, которые предусматривают вывод денег из офшоров. Эксперт объясняет, само по себе повышение акциза не так страшно и даже необходимо. Страшно то, что предполагаемый механизм к увеличению акциза не имеет никакого отношения. Он просто устанавливает минимальную цену в 28 гривен. И если продать продукт хоть на копейку дешевле, производителю грозит штраф практически в 40%. Если это заработает всего за несколько месяцев, многие производители окажутся на грани банкротства. Речь тут идет не о защите табачного бизнеса, а о нерыночных методах регулирования, которые прямо ударят по производителям недорогих сигарет. В том числе и отечественным, которые, к слову, и наполняют львиную долю украинского бюджета. А вот уничтожить нашего производителя выгодно крупным иностранным компаниям. Таким образом, они решают проблему с координированности работы на каждом конкретном рынке и уменьшению конкуренции между своими же подразделениями в различных государствах. Им это выгодно. Кому не выгодно? Не выгодно отечественным производителям, мелким и средним. Сейчас, по сути, их выдавливают с рынка. Именно поэтому гиганты табачного бизнеса решили устранить ценового конкурента. А чтобы не замараться, сделать это решили руками Минфина. Так считают сами производители. Они предложили чиновникам более эффективный и безопасный способ налогообложений. Например, ЕС поднять адвалорную ставку. Объясню. Адвалор – это составляющая акциза, которая растет вместе с ценой. То есть, чем дороже сигареты, тем больший сбор идет в бюджет. В Украине адвалорная ставка есть, но она находится на уровне 12%. И начинает действовать только на сигареты дороже 40 гривен. Тем самым, фактически, не затрагивает основной сегмент рынка. И сегодня покупатель дешевой пачки, к примеру, за 19 гривен, платит точно такой же акцизный налог, как и покупатель элитных сигарет. Мы не против того, чтобы акцизы подвищивались. Мы говорим о подвищении специфичную часть акцизов и адвалорную. Адвалорная нараховывается на вартость пачки, а специфичная на колькість, на штуки. Давайте наступного года поднимем специфичный на 20%, как и заплановано в законе. А адвалорный – с 12 до 20. И вот этот крок, 8% пунктов, даст додатковый бюджет 6 миллиардов гривен наступного года. Прекрасная альтернатива, все честно. А адвалор, этот подвищенный, будет сплачивать 100% рынку. Но вместо этого государство решило, что бедный должен платить столько же, сколько и богатый. Это относится и к мелким компаниям, и к самим покупателям. Представители мелкого и среднего бизнеса уверены, если табачный кризис все же произойдет, то ударит не только по поступлению в госбюджет. Он отразится на украинцах. Тысячи людей потеряют рабочие места. Ведь только на производстве одной компании работают не менее 500 украинцев. После таких прогнозов возникает вопрос, как избежать подобного коллапса. Акциз адвалорный в 2012 году в Украине был 25%. Это серьезная цифра. Сейчас он 12. Его штучно понизили. И вышло, что таким образом створился дисбаланс податковой нагрузки для сигарет різных циновых сегментов. Украина должна получать инвесторов и створить инвестиционный климат. Когда мы один из самых больших британских инвесторов в Украине. Мы минулого года ввели в десятку самых больших платных податков в государстве. Мы работаем здесь уже сейчас. Нас не нужно где-то шукать. И почему держава за допомогой Минфины, не за допомогой, а как можно сказать, за сприяние. Чему она перешкоджает существующему нормальному инвестору. С этим и другими вопросами мы обратились в Министерство финансов. В ведомстве уже привычно запрос редакции подробности проигнорировали. Ответа мы не получили даже на звонки. Юлия Жешко и Андрей Ярковой. Подробности телеканал Интер. Теракт в Кабуле. Как минимум 52 человека погибли и более сотни были ранены. Среди жертв женщины и пятеро детей. Смертник подорвал себя у входа в центр регистрации избирателей, где люди ожидали своей очереди. Ответственность на себя взяла организация Исламское государство. Это уже не первое нападение на центр регистрации. В правительстве считают, что таким образом террористы хотят настроить население против власти накануне парламентских выборов, которые пройдут в октябре. На границе Израиля и сектора Газа продолжаются столкновения палестинцев и военных. Есть погибшие. Уже 4 недели палестинцы пытаются прорваться на территорию еврейского государства. Все подробности расскажет Сергей Ауслендер. Израильская армия публикует кадры, которые неопровержимо свидетельствуют. Во время беспорядков у границы Хамас прикрывается детьми, как живым щитом. Накануне там погиб 15-летний палестинский подросток. Он был убит выстрелом снайпера, в то время как группа протестующих пыталась поджечь забор безопасности, проломить его и проникнуть на израильскую территорию. Теперь палестинцы используют новую тактику. Они массово запускают в сторону Израиля воздушных змеев с коктейлями Молотова. В одном из случаев им таким образом даже удалось вызвать сильный лесной пожар. Армия всячески противодействует этим попыткам, о чем арабов предупреждают с помощью громкоговорителей и листовок, разумеется, на арабском языке. Это обученные и тренированные люди, которые настроены решительно и, по сути, представляют из себя армию. Жители Газа их поддерживают, готовы снабжать и кормить. Это своеобразная комбинация. Они тратят свое время и силы, чтобы нас провоцировать. Россия, как водится, тоже решила поучаствовать в процессе. Причем, разумеется, на стороне Хамаса. Ее спецпредставитель по Ближнему Востоку Николай Младенов заявил, что смерть палестинского подростка нужно тщательно расследовать. В Иерусалиме на это ответили, что мальчик стал жертвой провокации, а палестинцам просто следует прекратить попытки прорыва. Я напомню, что беспорядки на границе с Газой продолжаются уже целый месяц. Палестинцы пытаются разрушить забор безопасности и проникнуть в Израиль. Военные им всячески препятствуют. Для этого им отдан приказ стрелять на поражение. А накануне Хамас опубликовал видео, в котором его снайперы через прицелы рассматривают израильских военных, среди которых были и высокопоставленные израильские офицеры. В ответ на это министр по делам разведки Сраилькад заявил, что если в сторону военных прозвучит хотя бы один выстрел, или, не дай бог, кто-нибудь из них будет убит или ранен, тогда Израиль немедленно возобновит точечные ликвидации руководителей Хамас. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Непрофессиональные переводчики и недобросовестные руководители миграционных служб. Немецкое ведомство по миграции делам беженцев планирует усовершенствовать процедуру рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища, чтобы избежать возможных манипуляций. О чем речь расскажет Татьяна Лагунова. Миграционная служба Германии в центре громкого скандала. Сотрудников этих ведомств подозревают в манипуляциях. Якобы они принимали решение о предоставлении статуса беженцев людям, которые не имели весомых оснований для его получения. То ли за деньги, то ли из гуманитарных соображений. Массовое нарушение зафиксировали в работе миграционной службы Бремена. Проверки показали. Руководительница ведомства удовлетворила почти 2000 прошений о предоставлении статуса беженца. Хотя по правилам должна была отказать. Работала чиновница не одна, а в связке с группой адвокатов. Они привозили в Бремен беженцев из других федеральных земель, чтобы те подавали ходатайство о предоставлении убежища. Хотя рассмотрение документов не находится в компетенции земли Бремен. Чиновницу уже отстранили от работы. Прокуратура проверяет, получала ли она и ее сообщники за лояльность деньги, или они действовали из гуманитарных соображений. А беженцы, чьи прошения были одобрены в Бремене, пройдут еще одну проверку. Их документы повторно рассмотрит новый руководитель службы. Большие проблемы у миграционных служб с переводчиками, которые тоже принимают участие в рассмотрении ходатайств о предоставлении статуса беженца. По данным немецких СМИ, только в последнее время за нарушение принципа нейтральности от работы отстранили более 30 арабистов. Еще 2000 переводчиков уволили за непрофессионализм. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. В России заблокировали Гугл. Пользователи сообщают о сбоях в работе нескольких сервисов. Проблемы ощутили банки, интернет-магазины и платежные системы. В Роскомнадзоре поясняют, что таким образом они борются с мессенджером Телеграм. В понедельник Таганский суд внес его в реестр запрещенных сайтов, а Гугл, вопреки решению суда, позволяет Телеграму обходить блокировку. В самой компании Гугл заявили о том, что знают о проблемах и разбираются сейчас с жалобами пользователей. Цветы мира. Так называется акция, которую организовали участники гуманитарной миссии «Женщины за мир». По всей стране они высадили около 60 тысяч цветов. Сегодня приехали в серую зону Донбасса. Здесь, в нескольких городах Донецкой и Луганской областей, расположенных непосредственно у линии разграничения, они посадили около 10 тысяч кустов роз. Но не только цветы привезли активисты. Привезли гуманитарную помощь для детей, стариков, вдов чернобыльцев, для тех людей, кто сегодня больше всего нуждается в помощи, в поддержке и защите. Потому что от того, насколько каждая из нас сможет хоть немножко подарить внимание, любви, заботы тем, кто сегодня в этом нуждается, настолько быстрее. Мы вернем веру людей, все устали от войны, а здесь устали особенно. Миллион алых тюльпанов. В Черновицкой области зацвела настоящая цветочная долина. Кто высадил эту огромную клумбу в голландском стиле, всего в нескольких километрах от Черновцов, расскажут мои коллеги. Желтые, алые, пестрые, карликовые. Вот уже 13 лет подряд Буковина становится настоящим райом для любителей цветов. Всего в пяти километрах от Черновцов, прямо возле дорожной трассы, цветет долина тюльпанов. Мы решили под конец учебного тижня приехать, помиловать себя красой. Вам, детки, подобается поле? Да. Хозяин цветочной красоты Александр Стратичук. В начале 2000-х он вместе с женой отправился на работу в Голландию. Так увлекся заграничными клумбами, что решил частичку этого великолепия привезти домой. Начал высаживать тюльпаны. Сначала цветов было всего несколько рядов. В этом году ревно высажено за цветов чуть больше, чем 70 соток. Мы постарались высадить все вместе, которые цветут. Это мы высаживали в ночи. Здесь почти полсотни сортов и свыше миллиона бутонов. Чтобы вырастить такую красоту понадобится не один месяц. Самые лучшие луковицы еще с осени сортируют и высаживают в подготовленную почву. Посмотреть на цветник съезжаются туристы со всей страны. Это уже как традиция. Тут очень хорошо. Есть где ходить, погулять, фотографировать. И вообще такого больше нет. В Чельмецкой области это только тут. А в 50 километрах от Львова зацвели дикие тюльпаны на 5 гектарах. Это исчезающий вид, занесен в Красную книгу. Научное название диких тюльпанов – рябчик шахматы. Из-за специфической раскраски на цветах. Темные пурпурные пятна чередуются с белыми, внешне напоминает шахматную доску. Такие цветы уникальны. В домашних условиях они не переживаются. Для роста нужна специальная среда. Найбільш приятливые условия – это вологие луки, вологие чагарники, вологая местность. А тут есть заплав Дністра. Как раз для него приятливые условия. Местные жители называются тюльпаны черевичками. И верят того, кто увидит редкий белый и ждет удачи. Альбинос. Но они очень редко попадаются. С десяти может одна людина найти. Ну и себе так считают, что нашла людина что-то такое надзвичайное. Потому что при такой количестве найти это очень редко. Массово цветут шахматные тюльпаны с середины апреля. Всего две недели. Это все новости на сегодня. Приятного вам воскресного вечера. И до встречи завтра.